Скоро через 10 дней мы с тобой увидимся в октагоне. Так что не расслабляйся, там кону я в городе. Через 10 дней увидимся. Каждый из вас гарантированно заработает 3000 рублей без вложений благодаря проекту Одиссей. Вы не ослышались, вы ничем не рискуете, а наоборот получаете 3000 рублей за простые действия. Первое написали менеджеру, второе получили ссылку для работы. Третье, все сделали по простой инструкции, которая займет 30 минут. Четвертое, вывели все деньги на свою карту. И пятое, поблагодарили менеджера. Никаких вложений от вас не требуется, все очень просто. Я сам зарабатываю с проектом Одиссей, когда у меня есть свободное от создания контента время. Вот и я на днях вывел 20 тысяч рублей. Команда Одиссей, спасибо, что помогли заработать первые 20 тысяч рублей без каких-либо вложений. Честно, не ожидал, что так получится. Благодарю всей команде. Проект Одиссей отличный способ заработать в своем телефоне. Сегодня с этой командой я заработал 7 тысяч рублей без вложений. Проекту Одиссей можно уверенно доверять. Парни помогают так зарабатывать. Поэтому у вас есть возможность сделать себе 10-20 тысяч рублей на своем телефоне без вложений. Оставляя ссылку в закрепленном комментарии. Проходи 30-секундный опрос и связывайся с менеджером. Он тебе поможет. А мы смотрим видео дальше. Пока Анатолий Сульянов прямо с самого начала выпуска HFC Реалити Шоу просит публику подписаться на новый канал. В соседнем хайп-реалити жизнь бьет ключом. В общем, индийские фильмы покуривают сторонки. А солнце на берегах Пхукета настолько беспощадно, что те же братья Хэйбати напрочь забыли былую вражду с завсегдатаями хайпа. А Альфреда Клятвина, угрожавший жестоко разобраться с персами, вовсе вдруг стал братом для Али. Мы уже так нахайповались, нахайп уже. Также можно наблюдать, как у инженера наводились отношения с Фартовым, Тарасовым и Заликом. Абсурд. Фартовый. Брат всех борцов. Брехензе дойч, вас хабензе шой на шалаби би шалаби. Артем, скажи очень коротко и быстро. Что-нибудь? Коротко и быстро. К этому моменту вроде как все успели провести свои бои. Правда, результаты поединков хранятся за семью замками. Но вот в пабликах ходит молва, что шов халсу и проиграл, причем досрочно нокаутом. Кто соперник, точно сказать не могу, но там явно не охранник кукурузы из библиотеки. Естественно, все на уровне догадок и разговоров, а точную инфу мы узнаем через недели так 2-3. Но Чурчаев Неграм не унывает, ведь меньше чем через 2 недели у него принципиальный реванш с сибирским Конором. Как вы уже поняли, у меня недавно состоялся бой на хайпе. Думаю, бой получился зрелищным. Не будем расстраиваться и огорчаться, двигаемся дальше. Хочу напомнить всем, кто ждет бой с Конором. 15 августа в прямом эфире я хочу показать нокаутирующую мощь и удосрочить Конора, заявил Шовхал. Что хочу сказать? 15 августа у меня будет прямой эфир с Конором. Я поиграл ему. Просто всем бы хотел попросить, чтобы прямой эфир не пропустили и посмотрели этот бой 15 августа. Прямой эфир с Конором. Во как! То есть на подготовку к одному из самых важных противостояний у самопровозглашенного гангстера всего плюс-минус 10 дней. Да еще и после нокаута, если верить слухам. Плюс посмотрите, в какой форме пребывает сверхзаряженный Надратовский. Попробуйте переубедить вашего покорного диванного эксперта, но мой прогноз таков. На этот раз Чурчаев выдохнется куда быстрее, нежели в первом бою. Если, конечно, доживет до момента опустошения бензобака, в чем я немного сомневаюсь. А коль так, Толя, думаю, не станет дурачиться и закончит поединок досрочно и затащит своего визави в кулачку. И все, крах карьеры уронятеля из Урус-Мартана. Ах да, забыл, есть еще один вариант развития событий. Шовхал может не выйти на бой. Или поколотец с братвой Надратовского, чтобы тот не вышел. Не факт, но исключать нельзя. Тут нет никаких попыток обидеть фанатов одиозного спортсмена или его самого, но мое субъективное мнение таково. 15 августа пройдет бой. Тот самый долгожданный реванш с Шовхалом Чурчаем, где я выйду и буду по-настоящему показывать сибирскую мощь. Где я буду уже заканчивать этот бой во втором раунде. Если он выживет и переживет второй раунд, это будет чудо. Предсказание сибирского Конора. Этот бой я закончил уже во втором раунде. А как думаете вы? Какие прогнозы у вас на реванш Конора Шовхалом? И что делать дальше стремящемуся в UFC Чурчаеву в случае его очередного поражения? Пишите ваше мнение в комментариях. Не скупитесь на лайки и обязательно подпишитесь на канал, чтобы всегда держать руку на пульсе самых горячих событий в низшей ММА. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok